Она может лежать и спулить, но ей не настолько больно, чтобы встать и уйти. Люди уехали из Советского Союза, а Советский Союз не уехал из них. Как так? Я взрослый человек, мне там 40 лет, зачем я буду играть? Внутренний ребенок, который любит играть, это про наши желания, про наши мечты, и которого мы так часто забиваем, потому что живем на автоматизме, работаю с людьми через трансформационные игры. У меня уже все настолько плохо, я хочу, чтобы было лучше. Классно. Он говорит, ты что? Тут меня на таракане и бега приглашали. Говорит, я не пойду на крысину и бегаю еще. Мне так все классно, но мне хочется еще лучше. А что, и так можно было? Дина, здравствуйте. Добрый день. Очень рад, что получилось, согласились записать интервью. Спасибо вам за возможность. Ну, как обычно по традиции, хотелось бы, чтобы вы сначала немножко рассказали о себе. Кто вы, откуда вы приехали? Немножко так, вкратце. А потом я уже буду задавать наводящие вопросы. Хорошо. Меня зовут Дина Шлегель. Развелась я в Риге. И до 18 лет жила с мамой, с папой, с братом в Риге в коммуналке в одной комнате. А потом в какой-то момент я решила уехать, как УПР в Германию. И получилось так, что вообще я не хотела в большой город, но так судьба свела, что действительно я попала в сам Берлин. И там прожила 26 лет. И вот буквально три месяца назад мы с мужем переехали жить в Швейцарию, недалеко от Суриха. Это очень интересно. Чуть-чуть подробнее начнем с того, почему мы переехали в Берлин и так далее. А закончим тем, почему именно Швейцария и почему уехали из Берлина. Это вот мне прям очень интересно, почему люди из Германии уезжают. Но чаще всего люди, забегая вперед, скажут, что когда пишут какие-то комментарии, у меня на канале, по крайней мере, очень часто, говорят, вот люди уезжают, но при этом практически никто не пишет, куда. И те, кто смотрят, каждый думает про свою страну. Но мало кто думает, что люди уезжают куда-то в другие страны, нежели СНГ. Поэтому ваш опыт очень интересен будет. Что вас подвигло переехать в Германию? И какой это был год, чтобы мы могли сориентироваться, сколько лет это было назад и так далее? Это был 96-й год, и я как раз заканчивала. Вообще, получилась очень интересная история, потому что я в 10-м классе, после 10-го класса решила, что я хочу быть кондитером. И немножко сдалека начну. Но поток был только на латышском языке. А на латышском языке обучаться я бы не смогла, потому что я выросла в русскоговорящей среде больше, хотя и сама из Латвии. Конечно, в школе учила латышский язык, но этого было недостаточно, чтобы пойти учиться на кондитера. И таким образом, случайно, моя мама встретила учительницу моих начальных классов и говорит, вот, есть пушкинский лицей, пускай Дина туда поступает. Ну, в общем, я решила поступать на филологическое, вернее, мои родители за меня решили. И на тот момент, чтобы вы понимали, я не знала, от кого написал Фауст Гёте или Гёте Фауста. Но, в общем, меня как-то решили на филологическое туда попробовать. Конечно, экзамен я провалила, но были спонсорские места. И таким образом, чудесным, все-таки я попала в этот пушкинский лицей, где нам сказали, что у вас есть латышский, английский, латынь, но нужно еще язык какой-то. Я выбрала, как все девушки, наверное, того времени, это был 94-й, наверное, да, французский язык. Но поняла, что я его с нашей учительницей тогда не выучу, потому что на три месяца нам читала историю Франции. А потом, когда я перешла к изучению языку, это было просто жесть. Я сказала, я ничего не понимаю. И единственный вариант был это сбежать в другую группу. А другая группа, это была единственная, где были места, это была немецкая группа. Мы все понимаем, что кто тогда хотел учить немецкий язык, по сути, у меня практически не было выбора либо испортить все оценки, либо перейти на немецкий. И я безумно благодарна, что я пришла в эту группу на немецкий. Учительница немецкого мне привила огромнейшую любовь к немецкому языку. И я догнала всех, стала учить немецкий. И потом учительница от нас ушла. Ну, это в тот момент не было же ни интернета, ни телефонов, даже домашних телефонов тогда еще не было. И, конечно, мы потеряли с ней связь. А она еще до этого говорила, что вот, было бы классно, когда захотите, после школы можете поехать в Купер в Германию. И этим она нас очень замотивировала. И у меня были на тот момент очень плохие отношения с мамой. И я видела только мой путь в свободу куда-нибудь, подальше, подальше от дома. И я прям жила этой мечтой, что я буду учить немецкий, я уеду в Германию хотя бы на год. Ну, вот встретились мы с учительницей летом на базаре. И она говорит, ну, вам еще два года учиться, еще как бы рано. Но, ну, как-то опять потерялись мы. Год проходит, Михаил, и через год мы опять встречаемся на базаре. И это действительно... Это вот действительно место встречи не изменить нельзя. Тем более, чтобы вы понимали, это совершенно другой конец Риги, куда я переехала, где жила, где училась. В общем, все на разных концах. Не маленький город как бы. Да, конечно, конечно. По сравнению с Берлином, это маленький город, но по тем временам и жизнь была немножко другая. Она была медленнее. Не то, что как сейчас, да. Написали на другой конец света, где мой ответ, через две секунды почему не отвечаете. Да, да, да. Тогда все это... Тогда это были письма, тогда это были... Приедешь записку на дверь, оставишь, что у меня не было дома. То есть тогда это было намного все медленнее. СМС-ки были совершенно другие. Совершенно. Даже еще этих, как они назывались, пейджеров не было. Ну, в общем, каким-то чудесным образом вот так вот мы два года подряд встречались на базаре. И уже в последний раз она сказала, давай уже больше не теряться, тебе уже остался последний год учебы в школе. И тогда будем уже подтягивать каким-то образом немецкий раз в неделю. И закончишь школу и поедешь как УПР. Я говорю, ура. И мы таким образом начали общаться. И я сдала в июне мои все экзамены в школе. И уже в июле меня выбрала одна семья. Это было безумно классно, потому что я как раз-таки не хотела в Берлин. Я не хотела в большой город. Ну, как понимаете, я из маленького городка из Риги. Все лето проводила в Молдавии на полях с коровами на поле у бабушки с дедушкой. Поэтому большой город меня очень сильно пугал. Я говорю, нет, мне куда-нибудь под Берлином. И как раз меня выбрала прекрасная семья под Берлином. Five and the day, может быть, знаете. Расскажите, как расшифровывается этот УПР? УПР, а, это как бы программа на год. Я слышал, но вот что вы... Да, чтобы люди понимали, это программа на год, когда вы получаете определенную визу прямо для этой программы и едете в семью той страны, куда вы едете. Потому что это распространено по всему миру. Есть и в Америке, и в Испании, и в Англии УПР-программы. То есть моя цель была поехать в Германию, жить в немецкой семье и учить немецкий язык. И таким образом уже посмотреть. Выучить язык как минимум, посмотреть немножко страну, посмотреть людей, познакомиться с менталитетом новым. И уже там дальше решать. Такие программы тоже есть или нет? Я просто что-то не слышал даже. Да, есть. До сих пор есть эти программы. Это очень старая программа. Очень старая. Я даже не знаю, сколько ей лет, но очень старая программа. УПР, по-моему, по-французски как раз-таки. Как девушка или девочка, я не знаю, честно говоря. Но это вот когда мы едем. Даже мальчики могут участвовать в этих программах. То есть цель такая, что мы едем как взрослый ребенок в семью, помогаем семье и в это время смотрим за детьми, плюс учим язык страны. Где об этих программах можно узнать вообще? Я думаю, что просторы интернета, Гугла только стоит ввести. ОПР, то есть семья оплачивает проживание, питание, карманные деньги. На тот момент у меня были 200 марок в месяц. А остальное, в принципе, и зависит, конечно, от семьи. У моей семьи, у них была уборщица. Мне надо было только гладить и смотреть за ребенком. А в других семьях, я знаю, у моих там давнишних подруг, им надо было еще и квартиру убирать или дом, смотря там сколько детей. У одной было вообще пятеро детей в семье. Это совершенно другая история, как у меня был один ребенок, и у меня была очень... А, так я перепрыгнула немножко. Сейчас чуть-чуть вернусь. Да, я отвлекся немножко вопросом. Да, потому что я могу... И таким образом меня семья уже в июле выбрала, и как раз-таки под Берлином. Все складывалось так, как я прямо хотела. Так как я выросла в коммуналке в одной комнате с папой, с мамой, с братом до 15 лет, для меня было что-то неимоверное, потому что мне сказали, что у меня будет гостевой домик. И это было просто вообще выше крыши всей моей фантазии. Уже само путешествие было обалденной какой-то возможностью. Но еще что у меня будет отдельное жилье, я просто этого не представляла. Я уже думаю, пусть это будет хоть метр на метр, и мне будет этого достаточно, мне много не надо. Но мы просмотрели, что мой день рождения 25 октября, и 18 лет мне исполняется 25 октября в 96 году. А они меня выбрали в июле. То есть визу получить я до 25 октября никак не могла, потому что программа официальная, виза официальная, без визы нельзя поехать. И нам нужно было ждать этой семьей, пока мне исполнится 18. Но эта семья ждала меня. Но за день до моего дня рождения моя учительница позвала меня к себе и говорит, я говорю, только не говорите, что не еду, я этого не переживу. Она говорит, нет, ты едешь, обязательно едешь, но не в эту семью. Я говорю, в смысле не в эту семью? Она говорит, ну они пока тебя ждали, женщина забеременела, и им как бы не нужна будет ОПР на целый год. И они подыскали тебе своих друзей прямо в Штеглице, прямо в Берлине. И таким образом, вот я 25 октября, мне исполнилось 18. Я очень классно справила мой день рождения, мой дом был как цветочный магазин. И на следующий день села в автобус и уехала в Германию. Вот так вот. Адикально. Да, и я, по сути, даже не знала, к кому я еду. У меня не было фотографий на тот момент этой семьи. Не знала, кто меня встретит. Единственное, что я знала, что они оба врача, и у них девочка 4 года, за которой мне надо будет присматривать. И это единственное, что я знала. И когда я приехала после почти 30 часов автобуса, 3 часа я сидела на остановке, за мной никто не приходил. И это было, конечно, очень грустно, потому что я вообще не понимала, куда мне идти. У меня было 50 марок. Я не знала, хватит ли мне такси до этого адреса доехать. Но в какой-то момент за мной все-таки пришли. Я уже подумала, что это все меня обманули, бросили, кинули на произвол судьбы. Но, тем не менее, семья пришла. Они как раз ездили в Ганновер к своей семье и застряли на автобане. А, понятное дело, сообщить они никуда не могли, потому что тогда еще связи не было. Вот таким образом я попала в Германию, благополучно отжила у них год, проходила в школу немецкого языка, очень известная в Берлине. Когда приехали в Германию, у вас уже знания языка какие-то были после школы, то есть в школе учили хорошо? Ну, знаете, как школьный язык я могла рассказать о городе, о заученных каких-то праздниках, но чтобы сказать, я Дина, я пришла, принеси мне то, иди сюда. У меня вообще несколько месяцев были проблемы с глаголами common и gehen, потому что у меня семья говорит, Дина, иди за стол. Я говорю, да, да, ich gehe gleich. Они говорят, ты куда? Я говорю, ну, я к вам сейчас приду. Это ich komme gleich. В общем, вот эти два глагола я никак не могла понять, потому что на русском это иди, неважно в какое направление, а в немецком это... Ну, тут, конечно, было очень весело учить с ними немецкий, но, тем не менее, так как мне он очень нравился, я еще раз говорю, что моя учительница прям привила мне любовь к этому логическому, понятному языку. И у меня вот была шикарная возможность ходить в школу, тем более моя мама с папой, так гостевые, скажем так, они очень обо мне заботились, о моем языке, они сами были очень интеллектуальные люди. Когда я им что-то рассказывала, они спрашивали, как прошел твой день? Я им рассказывала, потом они говорят, хорошо, а теперь послушай, как это должно звучать. Таким образом, конечно, мне удалось выучить хорошо-хорошо немецкий, и мне кажется, на данный момент я его знаю даже лучше, чем русский. Классно. Сколько времени вы изучали язык до того понимания, что вы знаете хорошо и никаких проблем не составляет? Даже затрудняюсь сказать, потому что... Примерно. Ну, примерно так, чтобы я хорошо им владела, думаю, наверное, года два. Вот действительно, чтобы я сказала, я понимаю шутки, я могу на нем шутить, а для меня это уже показатель языка, когда я могу шутить и понимать немецкие шутки или что-то вот пересказать. Наверное, около двух лет, но, конечно, я говорила намного раньше, потому что буквально приехав в Германию, три месяца спустя, то есть в январе, я уже познакомилась со своим первым бывшим мужем, а он из Саксонии, немец. И, конечно, с безумным саксонским диалектом. Все мои подружки спрашивали, действительно ли он говорит на немецком, потому что был ужасный диалект. Но благодаря тому, что я учила как бы и немецкий, и его диалект вместе, все, ну, тогда все это благополучно выучилось. Окей. Что было потом? Вот вы год прожили в этой семье, а что дальше? А дальше я хотела вообще, ну, я поняла, что мы 10 месяцев уже встречаемся с молодым человеком, и это любовь, и как-то сложно куда-то уезжать, потому что у меня были такие планы, что я также поеду как ОПР в Америку, чтобы уже сравнить и две страны, и два языка выучить нормально, потому что, конечно же, английский полностью был вытеснен немецким. И была тоже такая очень интересная история, когда я приехала в октябре, и в декабре на Новый год моя семья говорит, «А где ты будешь справлять Новый год?» И я, как человек очень чувствительный и понимающий, поняла, что мне надо куда-то уйти на Новый год. А тогда еще друзей особых не было, думаю, ну, ладно, я говорю, «А, я куда-нибудь пойду с подружками, со школы, я найду, куда пойти». Они мне дали бутылку шампанского, я с этой бутылкой шампанского села просто в автобус и ездила туда-сюда, не знаю, думаю, куда же пойти в Берлине, потому что я буквально была там два месяца еще, ну, ноябрь-декабрь. В автобусе я познакомилась с одной американкой. Я пыталась, конечно, с ней найти общий язык, и, насколько я поняла, она потеряла свой багаж, она была пролетом в Германии, в Берлине, потеряла свой багаж, и какой-то немец ее приютил. И я так поняла, что она едет к нему в бар, где он работает, и там дискотека. Я говорю, «Все, я поеду с тобой, можно?» Она говорит, «Да, конечно, поехали». И когда мы приехали, я понимаю, что мы приехали к этому немцу домой. Это он работал, потом уже я поняла, что он работал в баре в ночной дискотеке, он просто дал ей свои ключи по доброй душе, говорит, «На, иди, тебе нужно отдохнуть с дороги, багаж как-нибудь твой найдем». И утром ей надо было уже улетать дальше. В общем, я справила первый вот Новый год в Берлине в абсолютно незнакомой квартире у какого-то немца, который до сих пор, наверное, не знает, что у него творилось в квартире на тот Новый год. Ну, вот так вот был на таком уровне мой английский. И, конечно же, после 10 месяцев мои планы как бы с Америкой немножко нарушились, потому что уже была большая любовь. Я сказала, ну как, надо же здесь оставаться. А как здесь остаться без визы? Моя семья, конечно, была просто потрясающей. Они мне еще на 3 месяца продлили визу, хотя я уже жила у моего бывшего мужа. и единственная была возможность это поступить в университет. Я пыталась поступить в университет, и нам, они мне говорят, а у нас 13 классов, а у вас в Латвии 12, поэтому вам не хватает одного года. Я говорю, хорошо, что делать? Они говорят, ну тогда нужно пойти, есть такой студиум коллег, студиум колледж, студиум коллег при университете. Подготовительный получается. Да, да, и надо пройти этот год, и тогда мы вам зачтем наши 13 классов. Ну и, конечно же, я пошла на этот год, я проучилась там этот год тоже с очень интересными историями, но я думаю, тогда мы будем говорить Михаил, наверное, до завтра, как минимум. Да, потому что моя жизнь действительно очень интересная, как для меня самой, потому что, если я оборачиваюсь назад и вижу, как все происходило, и как случайности вели меня по жизни, я просто в восторге от того, как все разворачивается. И иногда нам кажется, что как же все сложно, как же все трудно, и я понимаю, что именно как много лет назад я говорила, что из-за моей мамы, из-за ужасных отношений я уехала, я сбежала в Берлин. Но теперь я говорю, благодаря нашим таким отношениям я переехала в Берлин. То есть фокус внимания сменился, и я безумно благодарна маме, потому что если бы у нас были хорошие отношения, если бы я знала латышский, я была бы кондитером в Риге. И я думаю, что меня эта перспектива на данный момент не очень бы привлекала. Ну да, вот вообще интересно, как в течение времени меняются отношения к одним и тем же событиям. Сначала это смотрится плохо, а потом, когда понимаешь, что это привело к каким-то возможностям, понимаешь, что не так уж и плохо и было. И вот главное всегда спрашивать себя. Так как я уже тем временем стала и коучем радикального прощения, то для меня прям я вижу эту красную красивую ниточку, которая вела меня и вселенная вела меня. Поэтому и даже вот когда доберемся до Швейцарии, тоже она продолжится, мне кажется, эта красная ниточка. В общем, я отучилась год в студию коллегии, потом решила поступать, но проблема была в том, что нам очень поздно выдали аттестаты, а у меня аттестат был с Латвии на латышском языке. И в последний день я не нашла переводчика, потому что мне нужно было перевести мои оценки, то есть для студию коллегами не надо было переводить эти оценки, а для университета нужно было. Я тогда хотела, единственное, что мне было понятно, это переводчик. Думаю, пойду на переводчика, потому что язык вроде бы окей, я его знаю, я его выучу до конца. Другие профессии меня вообще вот никак не привлекали, я не понимала, как можно учиться 5, 6, 7, 8, я не знаю, сколько лет в университете, что потом с этим делать. Для меня это было очень, я из такой простой семьи, папа-таксист, мама-медсестра, и как-то для меня вот эта учеба в университете была очень непривлекательна, но для того, чтобы остаться, другого выхода я просто не видела. И когда я начала бегать, переводить мои оценки с латышского, за это хотели 300 марок, а с русского, когда можно было перевести их за 10 марок, ну, то есть разница, да. Я говорю, я никак не успеваю сейчас 300 марок перевести эти оценки, я лучше поеду в Латвию, и там найду переводчика, и там дешевле переведу, еще и домой съезжу. Таким образом, я отложила мой университет на полгода, думаю, как раз полгода чем-нибудь занимаюсь, и в тот момент мне уже дали визу на полгода, или на год, по-моему, и получилось так, что в тот же вечер я пошла в супермаркет, в магазин с бывшим мужем, и я говорю, а вам не нужно кто-нибудь, кто по вечерам распаковывает, на полке товар ставит? Они говорят, слушай, а шеф говорит, а ты мне нравишься, а давай на кассу, я сегодня как раз кассиршу буду. Я говорю, как на кассу? Я говорю, без обучения, там люди аусбильтинг делают два-три года, чтобы на кассу сесть. Он говорит, ну ты деньги считать умеешь? Я говорю, ну умею. Он говорит, ну все нормально, берем тогда тебя. Меня вот взяли просто, опять-таки, случайно, без обучения, без всего, без каких-то бумаг, у меня тогда даже разрешения на работу еще официального не было. Меня взяли на кассу в очень большой супермаркет. Классно. Да, и там я проработала три года, наверное, около трех лет, потом я, конечно, уже за это время вышла замуж, забеременела, и у меня тоже сын Михаилом зовут. Это очень родное мне имя, очень приятно, мое любимое. Единственное, упустил момент, пока вы работали, вы параллельно учились или нет? Я все-таки не пошла на учебу. У меня было семь семей, где я убирала, смотрела за детьми, гладила и 20 часов работала на кассе. Поэтому я как-то так решила, что университет все-таки это не мое. Раз мне дали уже прям, можно сказать, профессию на кассе, буду сидеть на кассе. Тем более мне это очень нравилось. Я очень коммуникальный человек, мне очень нравится социальное служение людям, а на кассе это самое то прям. Конечно, через три года, когда я уже родила сына, после декрета я решила туда не возвращаться, потому что думаю, так, оказывается, у меня и так возьмут, тем более у меня как бы уже опыт, стаж есть. И мне все-таки захотелось пойти на обучение, сделать какой-то ausbildungs, чтобы была профессия. И таким образом я попала в Берлина в Асабетрибе, берлинские воды, как я это перевожу, все, что управляет водой в Берлине. И прошла там обучение, когда у меня уже была замужем, у меня был ребенок, то есть в 24 года я так и начала это обучение, почти даже в 25. Была, конечно, там самой старшей в классе, потому что все после 16, 17, 18 лет приходят на обучение. Но, тем не менее, это были самые потрясающие два года моей жизни, потому что обучение дало мне профессию и потом я пошла, то есть я обучилась на бюро Кауфрау и уже после я, конечно же, работала до прошлого августа по моей профессии, меняя каждые три года какие-то профессии, вернее фирмы, потому что мне все время хотелось какого-то улучшения. То мне там зарплата хотелось больше, то поближе к дому, то больше отпуска, то еще что-то. И это был такой внутренний моторчик, который двигал меня и оно так складывалось, что мне особо, честно говоря, не нужно было в этом плане напрягаться, у меня больше тут личная жизнь, наверное, такая тема этой жизни моей. А вот работа у меня как-то складывалась действительно вот так. Пришла, пришла какую-то там про страховку мне рассказывать знакомые, я говорю, слушай, ну если ты услышишь, я вдруг хочу что-то нового попробовать, он говорит, и он мне через день два звонит, вот иди туда, там кто-то кого-то ищет. Я прихожу, меня берут на работу, классную. Через три года опять только заявлю там кому-то другое расскажу, если что-то вдруг услышишь, дай мне знать. Говорит, вот там туда-то иди. И в общем, таким образом я поменяла, наверное, четыре предприятия. И вот на последнее это уже, конечно, была просто моя любовь, это была большая фармацистическая компания, мы занимались лекарством, продажей лекарства от резких генетических болезней. Я посылала врачей на конгрессы по всему миру, организовывала их. У меня были большие штатные работники, команда нештатные, много шефов. То есть это было как раз-таки то, что я очень-очень люблю, и команда была просто потрясающая. Так что, в принципе, мое все окружение было немецкое все время. Муж у меня первый немец, второй турок, третий немец. Как в анекдоте прямо. Хотела русского, но как-то не сложилось. Понятно. Немножко, теперь давайте перейдем. Мне интересно просто, что повлияло на то, что вы переехали в Швейцарию. Прожив сколько лет от работы в Германии, почему в Швейцарии, и как это произошло, и так далее. Прям очень любопытно. Я сейчас третий раз замужем, уже шесть лет мы вместе с моим нынешним мужем, и он тоже работает на фармацистической компании, на другой работал тогда. Но в какой-то момент как раз таки прямо в март 2020, он заявление написал еще в декабре 2020, 2019. А в марте 2020, когда уже контракт как бы истек, ему надо было уже уходить в работу на себя, случился локдаун. Но нам это, по сути, не помешало, и он начал параллельно открывать фирму с напарником в Швейцарии. То есть это тоже мужчина, как бы немец из Германии, но он переехал жить в жене в Швейцарию. И таким образом они решили, что в Германии слишком много бюрократии, и они открыли фирму в Швейцарии. И таким образом эта фирма вот два года как бы развивалась, росла, у них появилось бюро, у них появился сотрудник. И мы понимали, что ему нужно быть чаще в Цюрихе, в Швейцарии. И у меня был параллельно, так как моя еще работа, пять лет назад к мне пришел коучинг в мою жизнь, я обучилась на коуче, на коуче радикального прощения, я веду трансформационные игры. Об этом отдельно еще поговори. 19. И поэтому я, как говорю, доигралась в свои игры, ушла из найма, и я говорю, слушай, ну я птица вольная, ты птица вольная. Я говорю, ну если тебе надо быть больше в Швейцарии, я не готова туда-сюда мотаться, потому что это не Гамбург, Берлин, это все-таки почти 11 часов на машине, если с остановками. И мы как-то решили, давай переедем, попробуем. Если нам понравится, останемся. Ну как останемся? Мы переедем для того, чтобы взращивать дальше его фирму, он будет этим заниматься, а я могу работать по всему миру, и онлайн, и оффлайн. Русские везде есть, и немецкоговорящие, тем более в немецкоговорящие Швейцарии. Поэтому все как бы сложилось самым благополучным образом. В феврале, то есть мы поговорили об этом буквально в декабре прошлого года, и в феврале я летала на обучение очередной игры в Москву, 3 февраля приезжаю, и он говорит, мы так сидим на диване, смотрит, он говорит, ну что, поехали писать заявление, что мы отдаем квартиру, отказываемся от квартиры, за три месяца нужно написать, что мы съезжаем с квартиры. Как раз было 3 февраля, что 3 числа, это последний день, иначе бы нам еще надо было в месяц ждать. Мы переглянулись, написали заявление, и вечером его же сразу отвезли. И таким образом, вот уже в конце мая мы переехали в Швейцарию. То есть это сложилось очень быстро, как бы из-за фирмы моего мужа. Вот интересно, первое впечатление, вы не так давно в Швейцарии, но уже есть какой-то опыт. Но начнем с Германии. Вот все, что рассказывали, мне интересно, что вам очень нравится в Германии и что категорически не нравится в Германии. А потом мы сравнимся в Швейцарии. Хороший вопрос, Михаил. На самом деле, я безумно, безумно, безумно люблю Берлин. Я безумно люблю Германию. Понятно, что я приехала в 18, да, у меня было, можно сказать, детство, подростковый возраст в Риге, а остальная вся осознанная жизнь, ребенок, мужья, работы, это все было уже в Германии. И сравнивая, слушая своих друзей в Риге, я понимала, насколько мне вообще повезло. Я ходила на это обучение, когда два года, у меня был маленький ребенок, которому было полтора года, у меня был муж, то есть у меня было, помимо учебы, еще выше крыши всего. Но я просто летела на нее, я была такая счастливая, и я всем рассказывала, говорю, представляете, я могу обучаться и работать, и мне еще за это платят. То есть это вообще было, ну, на тот момент, это был какой-то 2004 год, это было в Риге, вообще не знаю, как это было в России, но в Риге такого обучения не было, что ты учишься, работаешь, и тебе еще за это платят. Это был бесподобный формат, который мне прям очень был интересен. И я слушая других, как потом, пойдя на работу, что люди работают на двух-трех работах в Риге, чтобы прокормить семью, чтобы везде успевать, и то заплатят, то не заплатят. Меня это все, конечно, очень огорчало, и я просто безумно ценю немецкую систему, которая не даст, если только сам человек не захочет, да, оказаться под мостом, это еще постараться надо. Поэтому все, которые там сидят и жалуются, с одной стороны, я просто этого не понимаю, потому что я прекрасно знаю, как можно пройти этот путь. Я сама его прошла, да, начиная с семи семей уборок, чистения туалетов, смотреть за детьми, и я знаю, куда это может привести, если поставить себе эту цель и начать видеть что-то хорошее и искать возможности. Потому что в Германии возможности очень много. Ну вот я тоже сейчас наблюдаю, сколько общаюсь с разными людьми, прихожу именно к этому мнению. Потому что стремиться, не бояться ничего, не сидеть ждать, пока что-то упадет на голову, стараться, и тогда все потихоньку, потихоньку получается. Да, когда переезжаешь, я просто по своему фото могу сказать, сначала тяжело, ты меняешь достаточно комфортную жизнь на совсем некомфортную, это сложно, но постепенно, постепенно все улучшается и прям замечательно, я думаю, все возможно, возможностей очень много, особенно с участием. Действительно, возможностей очень много, просто человек сам перед собой ставит какие-то булыжники, ставит в меру своих ограниченных убеждений, которыми я сейчас на данный момент очень много работаю, потому что много работаю с людьми как раз таки для того, чтобы снять их коробочки, чтобы посмотри, там еще есть свет в конце туннеля, и все классно, если ты только этого сам захочешь. Вот, сейчас мы правильно говорим, это очень интересно, я думаю, что это проблема очень многих, но все-таки вернемся, не договорили про то, что нравится в Германии, что не нравится в Германии. Еще хочу сказать, когда я буквально сейчас была в Берлине, я прям, я три месяца не была в Берлине после нашего переезда, я ехала, у меня прямо, когда я объехала в Берлин, я готова была на автобане остановиться и славать землю, вот это вот чувство Родины у меня просто оно зашкаливает, я иногда думаю, боже, ну неужели так можно любить страну, Родину и сам даже Берлин, для меня Берлин это просто что-то, вот действительно вторая Родина, может быть, даже первая, потому что она по времени больше я там провела времени и больше всего там пережила и прожила, а что не нравится, даже затрудняюсь, честно говоря, сказать, потому что я очень такой человек, я люблю видеть возможности, смотреть, что есть лучшее и даже, неважно, в каких трудных ситуациях или где-то какие-то там, даже в бюрократе, немецкие налоги, конечно, вот этим можно меня гонять, вот этим можно меня гонять, уже муж смеет, у тебя столько сопротивления, я говорю, да, потому что я не понимаю эту систему, у меня прям уже, у меня реально какие-то коробочки, у меня-то они тоже есть, я с ними тоже работаю, это не значит, что я теперь далай-ламой сижу на горе и у меня все классно, я тоже прохожу свой путь и буду идти всю жизнь в позиции ученика, но вот эта вот бюрократия немецкая, с одной стороны, она напрягает многих, много что-то усложняет, особенно в финансовых планах, когда хочешь вроде бы заработать, а как-то получается, что очень много отдаешь и налогов, и того, и другого, вот в этом, конечно, так, честно, положу руку на сердце. А вот в сравнении со Швейцарией на данный момент, именно жизнь, про работу, понятно то, что муж там работает и вы работаете по всему миру, вот именно в сравнении с самой жизнью, там сейчас вам, не считая работы, а именно в обычной жизни, лучше, хуже, что вот там нравится или что не нравится? Ну, во-первых, мы живем, я всегда говорю, в таком богом поцелованном месте называется Равц, и это 30 километров от Цюриха, то есть от центра Цюриха это полчаса. То есть мне, по сути, в Берлине надо дольше было, чем доехать до какого-то там бюро или куда-то, или до центра, чем отсюда до Цюриха. Поэтому, ну, мы живем действительно среди полей, коров, курей, горы, и у нас потрясающий вид с окна, прям простор, простор неимоверный. И, конечно же, когда я утром стою, я все время себя щипаю, думаю, боже, неужели можно жить, можно жить в такой красоте. Я попрошу вас фотографии скинуть, я в этот момент вставлю сюда, чтобы вы видели, что за вид. Да, хорошо, я посмотрю обязательно, сейчас, конечно, немножко пасмана, но я говорю, наше небо, оно прямо каждый, мне хочется прямо каждый час фотографировать его и выкладывать в Инстаграм, говорю, люди, посмотрите, как может, насколько наша природа, Земля, вообще, насколько она красивая, если посмотреть. И, конечно, у нас тут рядом водопад потрясающий, это мое место силы, которое я уже для себя тут нашла. И, когда мы переехали в Германию, в Швейцарию, действительно, тут другой темп, тут другой темп жизни, другой темп восприятия. Я чувствую, насколько я, я думала, что я уже в Берлине сбалансированный человек, вроде бы, я понимаю, я ментор осознанности, я знаю, как быть здесь и сейчас, но переехав в Швейцарию, я поняла, что я все еще не понимала, что такое гармония и баланс, и только здесь я его действительно чувствую, живу им намного больше. Но это же приводит к тому, что все намного расслабленнее, да, вот что если в Берлине все-таки собранные, бегут, бегут и бегут, и ни у кого нет времени на что-то, потому что они все заняты, то у швейцарцев, или вот у меня, можно сказать, даже больше русскоговорящее пространство здесь, которое я уже себя за три месяца создала невероятным образом, швейцарцев, то я не так вот много пока познакомилась, они все на таком расслабоне, и вот если немцы, как бы в Германии не собрать всех, потому что все заняты, и у всех куча-куча дел и терминов, то в Швейцарии, потому что они все на таком расслабоне, а как, это же надо поехать, это же надо собраться, то есть это вот две такие крайности, которые очень сильно ощущаются, и в клиентах я заметила такую особенность, уже тоже меня спрашивали, поэтому я так сама проанализировала, а действительно, что отличает, как они отличаются, и конечно же в Берлине ко мне приходят больше люди, когда они говорят, у меня уже все настолько плохо, я хочу, чтобы было лучше, как сделать, потому что я так больше не могу, не хочу, и нужно что-то менять, вот с этой позиции, в основном я работала с людьми из Берлина, в Швейцарии приходят молодые мамочки, которые договорились со своими мужьями, у них есть время для себя, у них есть там день косметики, косметолога, массажа, спа, еще чего-то, они все там на таком расслабоне, ну и понятно, что когда они приходят ко мне на работу, на поучинг, на игры, они говорят, мне так все классно, но мне хочется еще лучше, то есть понимаете, вот этот вот, когда как бы из нужды, или вот из кайфа, да, и я хочу еще улучшить, и это, конечно, совершенно другая энергетика, совершенно потрясающая, конечно, и тех, и тех тоже есть где-то там, да, никто не отменяет, не говорит, что в Берлине только все там забеганные, есть и такие, которым тоже хорошо, и которые тоже хотят улучшаться, но если в общем говорить, больше среднего, то это примерно вот так вот. Очень интересно, какой уровень темпа, вот по вашим рассказам, учитывая, что мы приехали из Казахстана, и у меня ощущение, что здесь просто вся Германия на расслабоне, по сравнению с темпом жизни, который у нас был, или я вот в какое-то время живу в Питере, там тоже после Питера приезжаешь в Казахстан, ощущение, что ты просто на Болиде выезжаешь куда-то в болото, вот, а тут в Германию приезжаешь, ну просто еще медленнее все. Да. Так, теперь перейдем именно к той работе, которой вы занимаетесь, вы занимаетесь трансформационными играми. Вот чуть-чуть расскажите для тех людей, которые даже не в курсе, что это такое, что это, зачем, а потом уже там цели и задачи. Как я всегда говорю, я играю с людьми за деньги. Не на деньги, а за деньги. Пять лет назад, действительно, я сидела такая, я уже часто рассказываю эту историю, но она действительно показательна, как наше намерение, да, создает вообще поле и возможности. То есть, если мы раньше жили по поводу, по такому принципу мировоззрения, что всего мало, мы все жертвы, всего не хватает, у нас есть какой-то там конверс, с нашей запечатанной судьбой, ничего не изменить, и вот как Бог скажет, так и будет, и наказание, и грехи там, все это. Сейчас мы переходим уже к совершенно другому мировоззрению, где вселенная изобильна, мы ответственны за наши действия, за нашу жизнь, и мы сотворцы нашей жизни, да, чего захотим, по сути, можем все реализовать. И мне это очень отзывалось, и на каком-то тренинге я услышала какую-то фразу, и она мне очень так запала, и в какой-то момент я действительно, когда у меня, я сижу, думаю, у меня все классно, у меня есть классная работа, у меня есть классный потрясающий мужчина, у меня есть классный сын, у меня все есть, квартира, в общем, я живу в любимом городе, все есть, но чего-то мне не хватает. И вечером так настроилась, прям так, как молилась лейтенанты Дездемона, и говорю, мое бесконечное подсознание, покажи мне, пожалуйста, мое истинное место в жизни. И на следующий день, буквально на следующий день, пришел имейл, с приглашением на вебинар о коучинге. А на тот момент я вообще не знала, кто такой коуч, кто такой, я думала, ну, какой-то бизнес-тренер может быть, что-то такое, но не знала, что вообще это такое. И как раз сложилось, вечером был уже вебинар, я думаю, почему бы и да, почему бы и не сходить, у меня было время. Причем я удивляюсь до сих пор, как этот имейл вообще ко мне пришел, как я никогда была не подписана на таких людей, не удалила это как спам. Мне просто это вот, ну, просто удивительно. Я, в общем, прошла на этот вебинар, и уже на следующий день я начала обучение на коучинге. Поняла, что это мое, не знаю, зачем это мое, и мне туда надо. И, по сути, вот вся моя жизнь складывалась так, что я шла действительно по зову своего сердца. Я слушала, я не понимала даже иногда, зачем это мне, но я знала, что мне туда. И я просто брала и шла. Вот как бы на свой страх и риск. Страхи у меня тоже, конечно же, были, но я понимала, что вот это вот желание, оно больше, и я шла вот в это. Обучившись на коуче, я поняла, что коучей очень много, и не очень там, где я буду искать, а тем более я обучилась на русском, у меня все пространство мое до тех пор было немецкоговорящее, вплоть до работы, мужа, всех-всех-всех. И я вообще, у меня было две русские подруги всего лишь в Берлине, которым, ну, по сути, это было и до сих пор как бы неинтересно, да, чем я занимаюсь, в общем, совершенно разные, как сказать, разные дороги после этого образовались. Но я понимала, что, во-первых, у меня самой стояла тема разобраться с финансами, я думаю уже, как же мне что-то, какая-то интересная штука получать. Я зарабатываю каждый год больше, а остается каждый год меньше. Я что-то не понимаю этой неправильной математики, и плюс, конечно, как мне реализовать себя как коуч, я тоже не понимала. Таким образом, буквально тоже по зову моего вопроса, пришла ко мне трансформационная игра «Красиный бега». Это адаптированная версия от Роберта Акиосаки «Кэшфлоу». Я выразила намерение поиграть ее онлайн, хотя я не понимала, как вообще это можно. У меня коробка оригинального «Кэшфлоу» лежала уже 4 года до этого. Я пыталась играть с сыном, с мужем, но как-то оно у нас не шло. И в какой-то момент мы сделали визуализацию в феврале, это был 2017 год, 2017 год, то есть 5 лет назад, визуализацию, что мы играем в эту игру. Так, смотря на этот коллаж, думаю, интересно. Выглядит так, как будто мы прям ведущие этой игры. Ну, как-то так сложилось, что мы за этим столом стоим, такие, как будто мы ведем эту игру, хотя я на тот момент даже не понимала и не знала, что есть реально такой инструмент трансформационной игры, что это может быть вот так. В общем, вселенная очень быстро ответила, она мне послала возможность поиграть в эту игру онлайн. Я, поиграв в нее 5 часов онлайн, я потом неделю не смогла спать, я поняла, что это вообще было, там несколько жизней я прожила, я решила очень много своих вопросов и как раз-таки предлагали обучение на ведущую. Конечно же, я пошла туда, я не понимала, зачем, но мне туда нужно было. Я прошла обучение онлайн 5 дней, потом через пару месяцев я полетела в Киев и обучилась там этой игре уже вживую. И когда я приехала с этой красивой коробкой Крисиной Мега, думаю, так, надо проводить ее для людей. Не зря же я обучалась на ведущую. А где брать русских? Для меня был тогда Берлин реально немецкоговорящий город, и я видела только немцев. И я не понимала просто, где брать русских. Ну, вот опять-таки, сила намерения. Я задала себе вопрос, как же найти русских в Берлине? Ну, и в общем, чудесным образом, чтобы вы понимали, что сейчас у меня не только Берлин русскоговорящий, Бремен, Керен, все остальные города, в которых я сейчас езжу в турне с моими играми. И та же Швейцария за три месяца у меня одно русскоязычное пространство. Я не знаю, как это работает, но вот это работает вот так. Я уже смеюсь и говорю, муж, ты, у меня последний немец. Я не знаю, где все немцы, потому что их реально очень мало. Поэтому мне даже, по сути, нечего сказать особо про швейцарцев, потому что я, может быть, познакомилась буквально с двумя-тремя и за все это время. И вот таким образом ко мне пришла вот первая игра «Красина и Бега», я начала их проводить, появились русские, я, оказывается, знаете, как идете в лесу, и я тут, грибница, или там поле черники. Говорю, вот они все русские, вот там русские в Берлине, оказывается, на Фейсбуке есть групп, которые я вообще не знала тогда. Ну, каким-то образом начала проводить, потом через полгода пришла еще одна игра «Империя магов», это моя любимейшая игра. Через полгода еще пришла третья игра, и таким образом два с половиной года у меня было только три игры, и я как бы хотела уходить из найма, но я понимала, что с тремя играми это вообще нереально и куда. И тогда, когда случился локдаун, я обучилась за год десяти играм. То есть у меня уже стало там 13, 14, 15, вот на данный момент 19, 20, вот уже по почте ко мне в пути, я на этом не останавливаюсь, потому что я вижу, я нашла свою нишу, я нашла то, что я могу дать людям, и действительно, проиграв сама в некоторые игры, потому что, проходя обучение, каждая игра, по сути, приходит на мой жизненный запрос. Мне нужно было радикально простить, пришла игра радикального прощения, радикальное прощение как коучинг. Мне нужно было наладить свои сферы женственности, пришло там женское счастье и женский круг, архетипы. Мне нужно было познать глубже себя, пришла Лила Чакра. Мне нужно было посмотреть, как мир со мной взаимодействует, пришла империя магов. То есть все абсолютно игры пришли под мой запрос, и я прожила их, как сказать, в формате игры и поняла, насколько это крутой, крутой инструмент. Почему? Потому что мы все, как у нас внутренний ребенок, до сих пор у нас живет и будет жить с нами до конца наших лет. У нас есть там взрослый, родитель, и вот этот внутренний ребенок, который любит играть, который, это про наши желания, про наши мечты и которого мы так часто забиваем, потому что живем на автоматизме и не слушаем. В общем, я открылась моему внутреннему ребенку этому формату и вот на данный момент действительно работаю с людьми через трансформационные игры. То есть это новый инструмент в психологии, в коучинге, в бизнесе даже, потому что есть бизнес-тренера, которые проводят трансформационные бизнес-игры, тем самым подсвечивая какие-то подводные камни, где можно что улучшить. То есть вы приходите на игру, говорите свой запрос, с чем хотите разобраться, наоборот. Вернее, я люблю как бы созваниваться и спросить, где болит, какой диагноз, где что нужно улучшить. Это тема отношений, это тема финансов, это личностная гармония, это прощение. Это что? Где нужно налазить что-то, где нужно найти решение, ясность, четкость, понимание. И исходя из этого, я уже рекомендую подходящую игру. Я присылаю тогда описание моих игр, и уже человек тоже понимает, что да, вот это вот отзывается, это моё, и будем играть вот в это. Тут, наверное, очень много у людей стереотипов, с которыми, вот до стереотипа сейчас дойдём, это отдельный вопрос, наверное, будет, что именно русскоязычное пространство, по крайней мере, несколькоязычное, мне сложно оценивать. Люди привыкли, что они вот отучились, во-первых, в студенчество, и потом они учиться даже не хотят, они на эту сторону не думают, и к играм они, по-моему, относятся так же, что как так, я взрослый человек, мне там 40 лет, зачем я буду играть? Есть такое? Есть, Михаил, есть такое, потому что иногда, особенно, конечно, это много приколов с названием «Красина и бега», потому что мне уже говорят, Дин, ты можешь переименовать? Ну, я говорю, я не могу переименовать, игра так называется, но я могу сказать «Кешфло». Ну, тоже половина не поймёт, о чём это, да, поэтому, как бы название, или у меня, допустим, есть игра «Хочу замуж», но это тоже не про «Захочу замуж», это тоже для тех, чтобы вообще для женщины понять, например, почему не получается создать отношения, почему не получается сохранить отношения, какие есть запреты, какие есть страхи, какие вот это вот всё, мы в игре, это не для того, чтобы выйти обязательно замуж. Ну, игру так назвали, ну, что я могу сделать, да, это, знаете, как книжку или фильм назовут как-то, ну, и не всегда нам название отзывается, поэтому я говорю, у меня есть презентация всех моих игр, я вам пришлю, и там написаны ключевые слова, про что это, кому это, куда это, и не всегда как бы название, потому что когда, когда-то мне рассказывали, Гдина рассказала подружке, а это было время как раз в феврале, когда перед этим китайским Новым Годом, и она говорит, пойдём на Гдине, на крысиные бега, классно, она говорит, ты что, тут меня на таракане и бега приглашали, говорит, я не пойду на крысиные бега ещё, то есть у людей совершенно другая как бы картинка в голове, когда они слышат крысиные бега, они думают, реально, тут крыс пускаем, ставим на них ставки какие-то, нет, и, конечно, могу сказать, с твоей стороны крысиные бега это очень крутая тема, потому что я в своё время до неё как-то добрался, и, ну, я изучал сам, пытался сам играть, но играли, купили её и играли с друзьями в студии, мы у неё сыграли всё несколько раз, это очень сложный, реальная игра занимает кучу времени, мы там по 5, мы, наверное, часа 2 изучали правила, если не больше, пока разобрались, как что, как что заполнять, но то осознание, которое приходит после этой игры, что ты всю жизнь жил не так и деньги считал не так, и оно всё считается по-другому, и нужно по-другому это всё делать, и всё это переводить в время, деньги и так далее, просто приходит огромное сознание, поэтому в этом плане я всем рекомендую эту штуку поиграть, это очень круто. Действительно, потому что, ещё, Михаил, это не только про деньги, потому что все думают, финансы, финансы у меня в порядке, я говорю, если, допустим, то есть смотрите, игры – это действительно инструмент, чтобы вы понимали, это действительно очень-очень эффективный инструмент. Почему? Потому что наше подсознание, мы все любим играть, даже взрослые любят играть, просто есть, конечно, я очень серьёзный, да, и там какие-то игры не по мне, но когда люди открываются этому опыту, я говорю, не надо слушать всех, просто взять, надо попробовать. Я вам буду рассказывать, какой вкусный торт, да, кто-то сделал там, но если вы его не попробуете, вы не оцените, понравится он лично вам или нет. И да, для кого-то, но это очень редко бывает, кто-то говорит формат игры это не для меня, хотя таких практически у меня не было, потому что у меня наоборот, у меня люди приходят на игру и потом понимают, Дина, я за год у психолога, за год, не проработала то, что мы сейчас выявили, а мы с этой темой работаем год, а мы за три часа выкопали всё, что надо. Я не говорю, что я не хочу сейчас обесценивать психологов, я хочу сейчас донести то, что действительно мои участники говорят, что одна игра равносильно трём-пяти походам к психологу, потому что мы вскапываем очень-очень многое, и причём очень мягко, очень бережно. Почему? Потому что я работаю очень много с метафорическими картами, это очень мягкий экологичный инструмент, это метафорические карты, как само название уже говорит, там есть картинка, а наше подсознание, в котором всё у нас закопано, всё зарыто, все установки наши, все ограничения, все наши страхи, всё-всё-всё там, и чтобы это всё оттуда вытащить, сознательно можно долго об этом говорить и не докопаться, а можно вытащить карту и просто офигеть, честно говоря, потому что это будет в точку, и человек сразу поймёт, о чём это, и сразу всё расскажет. И вот таким образом очень мягко выявляется то, что годами может быть лежать темным грузом в подсознании и не выходить на свет, потому что язык нашего подсознания это метафора. И поэтому тем более поле ещё игры очень мудро направляет. Когда вы кидаете кубик, когда вы попадаете на то или иное задание, смотря какая игра, это всё создаёт безумный, мощный поток, который действительно направляет то, куда надо. И сколько раз участники удивляются, что у меня запросы, причём каждый играет со своим запросом. Один на отношения, другой там есть универсальные игры, например, та же империя магов. То есть один может исследовать тему отношений для себя, другой может играть на финансы, третий может играть как получить больше развития в каком-то проекте. Это могут быть совершенно разные темы. Играем в одну игру, и выпадают карточки, выпадают задания, и люди просто удивляются, насколько вот, если бы это выпало мне, это было бы вообще не туда. А так прямо у каждого своя, свои ответы, своя красная ниточка. И именно оно работает, оно всё работает, и важно хоть один раз открыться этому опыту. Но тут, конечно, повторю, что есть опытные ведущие, действительно профессионалы, к которым вот тут многое зависит от ведущего. Я провела уже где-то около 400 игр за эти пять лет, и я слышала разные истории, что вот трансформационные игры, я играла больше туда не пойду, ну, потому что ведущая была начинающая, потому что ещё там не было такого контакта. То есть ещё нужно найти, знаете, как своего парикмахера, нужно найти своего ведущего. Потому что, по сути, я проводник, и иногда я говорю, я когда веду игру, я раньше вела это через свою энергию. И я просто потом все выходные лежала, восстанавливалась, отдыхала, потому что я действительно отдавала очень много энергии. Сейчас я научилась с помощью Вселенной, да, вести это и действительно быть проводником. И иногда я сама себя удивляюсь, какие слова я говорю. Потому что я говорю, я не знаю, почему, но мне нужно тебе сейчас это сказать. Я говорю, и там человек удивляется, потому что это действительно то, что ему нужно было услышать. Я говорю, ну, такое поле складывается. Поэтому очень многие называют меня таким словом, как проводник, и для меня это очень, очень, очень ценно. И я уже, по сути, сама в это точно верю, потому что, читая отзывы о моих играх и видя результаты, результаты участников, которые действительно не оставляют это на уровне игры, а действительно уходят с инструкциями в дальнейшей жизни, к инструкциями, как улучшить и решить ту или иную проблему, с которой они решались. И если они действительно будут это делать, то результаты не заставят себя ждать. Очень интересно. Еще хотела бы поговорить, начали, затронули тему ограничивающих убеждений. О, да. То есть, на мой взгляд, это одно из основных, наверное, проблем людей, что они даже, в принципе, не хотят, вот они что-то в жизни там достигли, добились, потом дальше у них не получается. Есть там какая-то серия чаще всего. Я тоже немножко в психологию, как фотограф смотрю на это дело, близко. Вот. Ну, то есть, где-то что-то у них не получилось, они замыкаются, вот это моя судьба, и у меня ничего не выходит, у меня денег не хватает. И люди, мне непонятно, почему люди не хотят ничего предпринимать. то есть, это категория людей, которые жалуются вечно на все, всех могут обзывать, все виноваты вокруг, они такие лапочки, такие замечательные, при этом они жалуются, что у них в жизни все плохо, и они ничего не делают. Вот это мне непонятно. Михаил, хороший вопрос, на самом деле. И тут даже нет какого-то правильного ответа, можно только немножко пофилософствовать. очень многое зависит, то есть, моя картинка мира, что у нас есть душа, что есть вселенная, Бог, Творец, неважно, как мы это называем, любовь, какой-то высший план, на котором мы все как душа, единое целое. И что наша душа воплощается здесь, как человек, чтобы прожить определенные какие-то задачи для своего роста, развития, и в таком плане. Это моя картинка мира, я не могу это доказать, не могу проверить, но я допускаю. Как в радикальном прощении, мы играем в это, мы допускаем. Мне так легче жить. Вот реально мне так легче жить. Потому что, когда я допускаю, что я могу все в своей жизни, я сама себе создаю мою жизнь, а я реально ее создала, и не зря у меня есть женский тренинг восьминедельный «Хозяйка судьбы», в котором я восемь недель подряд учу женщин раскрывать свои главные роли от хозяйки до богини, причем затрагиваем все абсолютно сферы жизни и меняем все свои настройки. Я верю в то, что душа выбирает себе по запросам, по тому, чему она хочет научиться, родителей, культуру, страну и все остальное. Знаете, такая прекрасная притча, когда души собрались на небе и говорят, ну вот я пойду на землю, чтобы научиться в этой жизни доброте. Другая говорит, хорошо, я пойду научиться там любить. другая говорит, я пойду научиться там, не знаю, проекты как-то реализовывать, еще что-то делать. И последняя душа говорит, а я пойду на землю для того, чтобы учиться прощать. Он говорит, ты что, это очень сложная тема, это самая сложная, вообще тебе будет неимоверно сложно. Он говорит, неважно, я хочу пойти на землю, чтобы научиться прощать. Я говорю, ну хорошо, но мы тебя одного не оставим, конечно же, и давай я буду твоей женой, буду тебя пилить, буду тебя там нервировать, а ты будешь меня прощать. Другая говорит, мы будем твоими детьми, мы будем тебя не слушаться, баловаться, ты будешь нас прощать. Другая говорит, я буду твоим начальником, который будет тебе издеваться, зарплату не платить, а ты будешь меня прощать. В общем, распределили все роли. Когда приходим на землю, у нас канал закрывается, как говорится, крышка, и мы не помним ничего, с какой целью вообще мы сюда пришли. Но обстоятельства нашей души, все заставляют, и как хорошие актеры все начинают играть свои роли. И, конечно же, почему многие психологи работают как раз таки с детством? Потому что все проблемы, все установки, все идут из детства. Нас никто не научил быть идеальной мамой или папой. Нам никто не сказал, рождается у тебя ребенок, вот тебе инструкция, чтобы быть идеальной, совершенной, потому что таких нет. И работая с людьми, у меня есть прекрасная игра «Исцеление детства». Выслушав уже массу разных абсолютно детских историй, я понимаю, насколько красиво душа выбирает себе и родителей, и все вот эти установки, все вот эти ограничивающие убеждения, наши все прекрасные поговорки. Много смеешься, кто смеется, тот смеется в пальцледний, деньги – это зло и так далее. На этом языке говорили наши бабушки, передали маме, мама передает нам, мы передаем нашим детям. И даже если мы твердим, я не буду такая, как моя мама. Я сама за себя замечаю, насколько я осознанный человек, я слышу иногда голос моей мамы, по сути, когда я говорю со своим сыном. Это на подсознательном уровне. И вот это вот все, оно складывает нас в какой-то характер. У кого-то там в детстве, может быть, не знаю, у меня была просто прекрасная история, на игре появил мужчина, что он говорит, я сейчас не могу почему-то продавать, я не могу продавать, я понимаю, что это мое, мне очень нравится продавать, но почему-то я не могу о себе заявить, и почему-то у меня не получается. Что-то меня останавливает, и я не понимаю, что. Когда мы с ним начали играть, мы нашли ситуацию, когда он был маленьким, и они с мальчиками, действительно, он говорит, я мог продать все, от палочки, камушка, вообще вот все, как мальчик, там они играли. И тут они поймали пиявок, и его друзья говорят, слушай, у тебя же тетя работает в больнице, иди, говорит, продай ей пиявок. Он говорит, точно, классная идея. Пошел продавать к тете пиявок, а тетя, конечно же, посмеялась, не купила пиявок, и рассказала ей его маме, что, слушай, то сын такой бизнесмен, начал тут пиявок мне предлагать. И мама, что делала потом, каждый раз, когда собирались гости, рассказывала, высмеивала, ну, по сути, она из добрых, может быть, побуждений, чтобы развеселить народ, рассказать такую прикольную историю, как сын якобы начал заниматься предпринимательством, начал продавать пиявок, а ему это было прямо вот как сердце в нож, нет, нож в сердце, и после этого он закрылся и перестал. И поэтому ему очень сложно, пока мы не переписали с ним этот сценарий, пока мы его не проработали, на подсознательном уровне сидела, тебе нельзя, тебя высмеют, куда ты лезешь. И таких историй очень много. То есть мы даже не помним эти все истории, но благодаря играм можно именно мягкому формату, пентафорическим картам, каким-то там медитациям, разные из инструментов, вспомнить, вернуться в тот момент и исцелить его для того, чтобы легче двигаться по жизни. У нас действительно очень много граничит и убеждений, особенно всем, кто сейчас в СССР, потому что все же было нельзя, ты это не делай, то не делай. Классическое, что люди подумают, должен быть такой, как все, вот эта уравнивалка. Это же просто капец. У каждого целый букет вот этих проблем. Вот это вот действительно очень сложно, потому что видно уже, что то наше поколение, скажем так, ему действительно очень сложно заявить о себе. Вот этот эффект самозванца страдают все. Я сама этим страдала, наверное, лет 15, потому что мне нужен еще один диплом, мне нужен еще один сертификат, мне нужно, пока я не поняла, что я в один день реально обреяла всю комнату этими дипломами, чтобы для себя уже, для своего сознания сказать, слушай, ты посмотри, что ты делаешь. У тебя дипломов, вот целая комната, а тебе все недостаточно, и я все себя считаю еще недостойной что-то там делать. И с тех пор, как я разобралась с этим, да, я начала все я понимаю, что очень много складывается из того, что в нас заложено, но это, знаете, еще не то, что в нас закладывали, а в то, что мы взяли с собой, потому что из одной и той же убеждения, у меня даже есть игра прекрасная раковушка убеждений, где мы выявляем какие-то убеждения и тоже их трансформируем каким-то образом, потому что, когда мы что-то осознаем, мы уже можем с этим работать сознательно, но если мы действуем на автомате и не понимаем, почему мы начинаем там в кабинете у начальника плакать, говорить какие-то слова непонятные, потом сами себе ужасаемся, а по сути это говорит в нас наш внутренний ребенок, который там вспомнил, как его обижали, и ему кажется, что его сейчас нападают, обижают, не дают и так далее. И вот этот вот роль включается в нас, потому что ребенок травмичный, да, с травмой, его нужно исцелять, поэтому очень большое внимание сейчас всем нам нужно тоже немножко иногда своего внутреннего ребенка побаловать и спросить, а чего же я хочу на самом деле, а может мне просто хочется пойти по лужам попрыгать или там, не знаю, похулиганить каким-то образом, а может такие все серьезные, мы же не можем себе это позволить, что люди подумают. Это да, вот эти все ограничивающие убеждения прямо на людей тормозят, потому что это нельзя, то нельзя, делай как все, должен сделать так же, хотя даже момент, что и люди, ну и время поменялось сильно, и при этом люди, меняя даже географию своего расположения, то есть люди, кто переезжает с Советского Союза, там с России, с Казахстана, неважно, у нас у всех плюс-минус одинаковое воспитание и все, даже переезжая в Германию, они везут с собой весь этот багаж ограничений. И так же, нельзя тут так ходить, нельзя так одеваться, нельзя, хотя тут все совершенно по-другому мир устроит. Михаил, есть прекрасная фраза, которая, ну, немножко, конечно, такая печальная, да, но она прям в точку, что люди уехали из Советского Союза, а Советский Союз не уехал из них, да, но это прям, ну, подтверждает то, что вот мы берем с собой этот Советский Союз, мы уехали оттуда вроде бы, да, но в голове он у нас со всеми нашими установками все еще продолжает жить, культивироваться, и мы продолжаем жить по этим всем уже давно отжившим, неработающим стратегиям и не понимаем, почему нет счастья. А счастье будет, когда начнете с этим осознанно работать, потому что, если видите, где-то затык, сейчас появляется здесь, почему профессия сейчас, вот психологи, эзотерики, даже неважно, с кем они работают, тарологи, астрологи, нумерологи, люди вспомогающие в профессии, human design сейчас появляется, очень много, когда человеку объясняют, кто он вообще такой, чтобы он докопался до своих оригинальных настроек и понял, что вот это навешанное, это не мое, это вообще мама, это папа, это дядя, там еще это школа, это учительница, а я не хочу больше так, я хочу по-другому. И вот дать себе свободу, увидеть, что можно по-другому. Но с этим нужно немножко тоже поработать, открыться этому, и поэтому сейчас очень много людей ходят, действительно, ищут экспертов, которые им могут помочь, потому что так можно разобраться самому, но это долго, это долго, это и не факт, что сразу найдете, лучше пойти вот действительно как бы на ту же игру, на ту же поучсессию, на ту же сессию к психологу, нумерологу, неважно, кому-то, кто расскажет, покажет, поддержит, все равно решать вам, да, после игры, как я говорю, вы можете оставить это на уровне игры, вы знаете, что удивительное, что, наверное, 95% всех участников, я уже знаю, какой будет ответ, помимо, конечно, там других ответов, но добавить легкости, легкость, это вот прописано, должно быть всем нам, потому что мы в своем автоматизме, вот этими тяжелыми нашими накрученными настройками, убеждениями, коробочками, мы загибаемся и не понимаем, что нужно расправить плечи, вдохнуть, позволить себе где-то подшутить, где-то не брать, не воспринимать жизнь слишком серьезно, и тогда оно пойдет, разрешить себе это, потому что легкости, очень, насколько бы это легко не звучало, это очень сложно. Еще вопрос, вы сказали, что нужно найти своего специалиста, и сейчас реально очень много вот этих всех направлений, коучей, которые меняют жизнь, и так далее, очень много на эту тему сейчас пошло спекуляций, аферизма, и одно дело, я понимаю, что есть реальные депланированные специалисты, которые хорошо разбираются, а есть псевдо-люди, которые продают. Как отличить настоящего специалиста от вот такого мошенника? Тут, конечно, что можно сказать? Конечно, нужно посмотреть, ну, в основном, это что у нас? Инстаграм, Фейсбук, да, где люди ищут специалиста. По рекомендациям, я люблю очень по рекомендациям, да, потому что, хотя не всегда, не всегда, мне вот тут человек пять, плюс, как бы рекомендация, это одна история, плюс, я всегда говорю, слушайте сами себя, потому что мне иногда люди пишут, говорят, Дина, я не знаю, почему, но мне к вам. Хотя тоже вот буквально на секунду зашли в мой Инстаграм, еще толком, обо мне ничего не знают, я не знаю, хорошо, а где, с чем могу быть полезно? Он говорит, не знаю, давайте разбираться. хорошо. То есть некоторые люди как бы идут по зову своего сердца, даже не понимая, зачем они к ним не пришли, мы, конечно, докапываемся до того и понимаем, насколько они правильно пришли, но это вот, когда человек чувствует свое сердце и идет за этим, как вот, ну, по сути, это делала я всю жизнь. Другой момент, нужно, конечно, посмотреть. Вы знаете, было удивительно, я всегда говорю, у меня столько сертификатов, у меня на все мои игры, все, я прошла серьезные ответственные сертификации, да, я действительно как бы дипломированный специалист, но можно быть действительно и иметь кучу сертификатов и тоже не уметь давать, доносить это до человека. Ну, тут, не знаю, тут, наверное, надо посмотреть за человека, понаблюдать за ним, посмотреть, отзывается ли вообще человек, его энергетика, потому что, по сути, мы уже давно не идем за информацией, мы давно не идем, информация в Google у нас сейчас есть все, и бесплатно, и тренинги, и курсы, и YouTube там просто, просто забить всем, там можно, одной жизни мало будет, и поэтому нужно чувствовать, куда мне нужно, зачем мне нужно, и нужно понаблюдать за этим человеком. У меня всего лишь один раз спросили, мне было так безумно приятно, вот за всю мою, как скажем там, карьеру ведущей, и это было, наверное, года три назад, когда я организовывала империю магов онлайн, как раз начался локдаун, да, и одна женщина мне написала, девушка, молодая девушка, кстати, и говорит, Дина, а где посмотреть про вас, где посмотреть про ваши сертификаты, что вы действительно, ну, типа, не мошенница какая-то, да, сейчас все твердят о том, что они не имеют, я так думаю, с одной стороны, мне было так приятно, думаю, боже, неужели кому-то я могу показать мой сертификат, вот он, смотрите, у меня все есть на странице, на веб-сайте, у меня есть веб-сайт, который я уже активно не веду, потому что у меня просто на это физически времени нет, я понимаю, что, ну, Инстаграм, там быстрее люди как бы реагируют, быстрее, чем кто-то найдет там мой веб-сайт, поэтому, но это было один раз, когда меня спросили, в основном это, может быть, какие-то отзывы, поэтому я собираю, например, отзывы, у меня есть отдельный аккаунт для отзывов в шапке аккаунта, куда человек может перейти и почитать отзывы, да, кому-то это важно, кто-то перечитает все отзывы и только тогда созреет, кому-то отзывы вообще не нужны, потому что, вот как я, например, я люблю рекомендации, но я все равно еще прислушиваюсь к своему голосу, мне тут недавно захотелось пойти к астрологу, самой, и я по нескольким чатам спросила девочки, порекомендуйте какого-то астролога, мне порекомендовали человек пять-шесть, я выбрала только одну, и вот прям к ней, одной я написала, мне не ответили, и вот второй написала, и я поняла, что это был вот прям тот человек, который мне нужен был, и сейчас я ее тоже активно рекомендую, я уже мужа к ней послала и других своих друзей, потому что мне очень-очень отозвалось, но это не факт, что если я получила то, что мне было нужно, вы тоже услышите эту ценность для себя, поэтому я говорю, как я всегда говорю, даже яблоки не всем полезны, кто-то у кого-то обожает яблоки, у кого-то аллергия на них, у кого-то там несварение желудка, то есть поэтому пробовать, чувствовать свой отзыв, отклик, ну и плюс, конечно, понаблюдать туда ли вам к этому человеку, потому что еще раз говорю, что за знаниями, да, идем, но очень важна сейчас энергия человека, как разговаривает, как доносит информацию, отзывается, хочется ли вам провести с этим человеком время, и если вы идете как к наставнику, как к эксперту, слышите ли вы вот это вот, есть ли то чувство, что да, это действительно тот человек, которому я пойду за чем-то, чтобы что-то получить. Я просто, наверное, такой прирожденный скептик в этих вещах, все, что вот технарь, и у меня все по науке, все должно быть расписано, все это, а вот эти все случайности и так далее, я в них слабо верю, но есть небольшой момент, что, ну скажем так, я не строю на них большие какие-то надежды, что можно все поменять, но если та или иная игра, тот или иной тренинг, так или иначе, помогает тебе улучшить твою жизнь, неважно, как оно работает, почему бы этим не воспользоваться, потому что, вот мой взгляд просто, я изначально подходил с этим запросом, но как бы у меня было такое впечатление, после того, как я попробовал разные вещи, я понимаю, что вот правильно сказали, я полностью согласен с тем, что нужно найти своего, то, что откликается, то, что помогает, то, что лучше, и вот допустим, ну если вернемся сначала к крысиным бегам, я считаю, что это просто must-have для всех людей, кто не занимается бизнесом, им обязательно надо в эту группу играть. Михаил, и не только бизнесом, потому что, я не знаю, как ведут, потому что многие ведут, каждый ведущий ведут по-своему, например, в моей игре, когда я ее веду, это, конечно же, тема финансов, да, это убеждение, это как мы умеем сохранять деньги, как они к нам приходят, это все про тему финансов, как мы умеем вести отчет, сходится ли он там, да, куда мы умеем вкладывать, умеем ли мы там ими распоряжаться, потому что получить, заработать, сохранить и приумножить, это совершенно разные энергии. Кто-то умеет заработать, но не умеет сохранить, кто-то умеет сохранить, но не умеет приумножить и так далее. То есть тут тоже как бы идет уже большая сфера финансов. Плюс Кристина и бега, это еще про умение договариваться, а оно нужно абсолютно всем, потому что очень много взаимодействия, в моих играх, очень много взаимодействия между участниками, которые идут в какие-то сделки, у них всего одна минута на реализацию сделки, договориться, оплатить, обсудить все риски, и потом, раз что-то не получается, ну и разбираемся, а где крайний, а почему не договорились на берегу, а как в жизни, а блин, в жизни точно так же, бежим, а потом разберемся, а потом разбираемся уже, кто-то перед судом, кто-то еще где-то, кто-то на кулаках, и потом отношения портятся. Вот именно, и плюс еще, конечно, красивые бега дают потрясающее видение возможностей, потому что самая любимая фраза всех игроков, которые у меня играли, а что и так можно было, потому что вот это туннельное мышление, оно расширяется, мы же действуем только так, как мы знаем, и когда кто-то предлагает какое-то другое решение, и мы реально сидим, а что и так можно было, и это начинает, действительно, оно дает расширение нашему видению возможностей, и мы это действительно переносим в жизнь. Почему еще игра настолько эффективна? Потому что нашему подсознанию все равно, было это в реальной жизни, или это было в игре. Наше подсознание уже записало это как успешную стратегию, и если кто-то хочет открыть бизнес, продать квартиру, купить квартиру, выйти даже замуж, потому что в красивых бегах тоже выходят замуж, родить ребенка, создать там малый бизнес, что-то еще сделать, случайный заработок, приходить и играть в эту игру, для того, чтобы безопасно проверить, насколько это реально в жизни, или разобраться с тем, что в жизни мешало бы, потому что тут идет такая вот сжатая концентрация трех, четырех, пяти жизней, потому что все эти ситуации, они случаются в игре, и в игре вам, ну, кроме как бы нервов, немножко, потому что адреналина я все-таки добавляю, потому что фактор времени есть, и все говорят, что я безумно строгая в этой игре, хотя такая белая, пушистая, Дина такая с плеткой, я говорю, я бываю разной, потому что иногда я опять-таки повторяю, что я проводник, и если у меня есть две участницы, с которыми я безумно строгая в игре, и я сама удивляюсь, я никогда так с участниками не разговариваю, но почему-то с ними, до них мне нужно быть такой, и у каждого человека свой путь развития, и если он пока еще, может быть, не делает то, что надо, он, да, сидит и жалуется, значит, знаете, как это, как моя любимая притча про собаку, не знаю, знаете или нет, могу еще быстренько рассказать, она такая немножко жесткая, но она действительно очень наглядная, потому что многие, к сожалению, так живут, идет мужчина по деревне, и видит домик, бабушка с дедушкой сидят, и рядом скулит собака, очень жалобно, и они вообще не обращают на нее внимания, разговаривают, смеются, и он так удивился, но прошел, ничего не сказал, на следующий день опять идет, опять бабушка с дедушкой мило разговаривает, собака лежит, скулит, опять никакой реакции, чтобы помочь собаке, как-то никто ничего не делает, ну и он решает, что говорит, на следующий день пойду, если собака все еще будет лежать, я спрошу, что ж такое, на следующий день, конечно же, он идет, та же самая картина, собака лежит, скулит жалобно, очень жалобно, на нее не обращают внимания, и он говорит, слушайте, извините, пожалуйста, что с вашей собакой? Говорит, а знаете, голубчик, она лежит на гвоздях, но ей не настолько больно, то есть ей больно, она может лежать и скулить, но ей не настолько больно, чтобы встать и уйти, и это действительно отражает многих, к сожалению, людей, которые действительно могут только жаловаться, да, и обвинять во всем весь мир, и действительно, как та собака на гвоздях, вместо того, чтобы встать и начать что-то делать, сказать, я больше так не хочу, я хочу по-другому, я хочу менять мою жизнь, я хочу видеть возможности, я хочу с этим что-то делать, и реально сейчас столько тренингов, столько мастеров, столько вот вдохновляющих и аффирмаций, и медитаций, да боже, ищите только ваш, вашего человека, ваш инструмент, и будет вам просто счастье. Отлично, думаю, на этом будем завершать, прям, очень такое красивое завершение, единственное, хочу подвести итоги, все-таки, мое впечатление, как искать человека, я люблю проводить такие аналогии, все, кто разные практики использует, еще что-то, это можно сравнить с предметами в школе и с классами в школе, потому что, если вы пришли в первом классе к преподавателю высшей математики с 11-го, вы ничего не поймете, и для вас это будет казаться чем-то таким невероятным, ненужным, зачем это вообще нужно. Вот, то же самое, ну, и также, когда вы приходите к какому-то коучу или еще что-то, может показаться, да нет, это не мое, то есть отсюда возникает очень много вот этих вот негативных отзывов, комментариев, да он там такой, да он с такой, просто человеку еще он не достиг, и той же, когда в обратной ситуации, когда человек в 9-м, 10-м классе, а его отправляют в начальную школу, он говорит, да зачем это нужно, кому это нужно, что, ну, вот важно понимать, где ты находишься, и также в ширину сетка предметов, кому-то нравится русский, кому-то литература, кому-то математика, то есть нельзя сказать, что всем нужно идти именно сюда, нужно искать, что тебе больше нравится, нравится это, иди в это, если главное, чтобы был в итоге результат, мне кажется, вот как-то так, ну, я так, по крайней мере. Михаил, совершенно согласна, совершенно, потому что, даже смотря по себе, я много лет не признавала йогу совсем, я думала, йога, это какая-то там, скрутиться как брецель, и что-то там делать, непонятно, что там люди делают, мне зумбу, мне что-нибудь там побегать, велосипед, я не понимала, почему так много людей увлекаются йогой, пока я не нашла своего учителя, который донесла до меня вот эту ценность, и от которой я услышала это, ну, то есть, по сути, тут то же самое, да, то есть идем, и даже если вы попробовали один торт, вам не понравился, вы же не перестаете есть торты, вы ищете тот, который вам понравится, правильно, или там булочную, то же самое, или блогерами, когда начинают писать, еще раз, ты находишь своего блогера, он по сути, блогер тот же ментор, так и иначе, то есть кому-то нравится один блогер, кому-то другой блогер, и у каждого своя политика, свои какие-то ценности, по сути, вот полная аналогия. Так же самое, как и фотографа, потому что я знаю, я знаю очень много фотографов, и каждый где-то специализируется на чем-то своем, хотя для меня еще 3 года назад фотограф был фотограф, фотограф, который фотографирует, все, точка, он фотографирует все, неважно что. И когда... Не только в специализации, специализация, вот хорошая аналогия, она так же, как и у вас, допустим, кто-то снимает предметы, кто-то людей, это то же самое, что там один проводит в одном направлении вот эти, то карты метафорические, то еще что-то, но даже в одном направлении человек, который снимает людей, можно делать по-разному. И вот какие работы тебе больше нравятся, ты к такому фотографу идешь. То есть оно вот во всем, по-моему, так. То есть, по сути, это на всю жизнь, во всех сферах одно и то же правило. Мы ищем просто свое. Мы ищем свое платье в магазине, мы ищем там своего человека методом проб и ошибок. И если не понравилось, это не значит, что это не ваше, это просто может быть не тот человек, который донес бы до вас эту ценность. Но сдаваться и говорить, что это вообще не про меня, можно, но упускаете много шансов. Окей, спасибо большое. Значит, все ссылочки, Надину, я оставлю в комментариях, в описании к этому видео. Всем очень рекомендую попробовать пройти какую-нибудь игру по своим запросам. Что из этого выйдет, я не знаю. Кому-то зайдет, кому-то не скажет, это нормально. Но, по крайней мере, зайти, посмотреть и попробовать, я думаю, что меню стоит. Михаил, спасибо, спасибо огромное за эту возможность. Я думаю, что в некотором сезоне сейчас более понятно, что это трансформационные игры, что их не надо бояться, что этим действительно можно очень круто улучшить свою жизнь, эффективно, мягко, бережно, легко и причем в удовольствие. Спасибо большое.